Если вы хотите сохранить свои суставы здоровыми и при этом увеличивать свои силовые показатели регулярно, тогда вы должны прекратить приседать вот так. Вы спросите, ну а что здесь не так? Да, для неподготовленного глаза вы даже и не заметите, что здесь что-то не так. Но на самом деле я допускаю здесь 4 ключевые ошибки, которые вы скорее всего тоже допускаете, даже не осознавая этого. Итак, первая ошибка связана со строением ваших тазобедренных суставов. И тем, как они влияют на оптимальную ширину стопы и положение стопы в приседании. Например, некоторые люди от природы могут приседать с узкой постановкой ног. Другие, например, те, кто родился с относительно глубокими тазобедренными впадинами, должны приседать с более широкой постановкой. Аналогично, в зависимости от строения тазобедренного сустава, некоторые люди могут приседать с прямым направлением пальцев ног. В то время как другие должны разворачивать пальцы ног под углом, чтобы достичь полной глубины приседа. Если вы пытаетесь использовать стойку для приседаний, которая не соответствует вашей анатомии, вы скорее всего не сможете глубоко приседать и даже можете почувствовать блокировку или защемление в тазобедренном суставе, что не позволит вам опуститься глубже. Чтобы выяснить, какова ваша оптимальная постановка ног, можно провести простой тест. Сначала определите ширину между стопами. Встаньте на четвереньки, поставив руки прямо под плечами, колени под бедрами, а в идеале уперев стопы в стену. Отсюда попробуйте опустить таз назад на пятки так глубоко, как можете, не округляя поясницу. Запишите, что вы при этом чувствуете и как далеко вы можете опуститься без дискомфорта. Затем просто поиграйте с этим, попробуйте немного расставить колени и ступни и посмотрите, как это будет выглядеть. Продолжайте делать это до тех пор, пока не найдете ту позицию, которая будет наиболее удобной и позволит вам получить максимальную глубину без нагрузки на поясницу. Как только вы нашли эту позицию, встаньте и запишите, насколько далеко друг от друга были ваши ноги. Затем, используя вес своего тела или штангу, приседайте вниз и посмотрите, как вы себя чувствуете. А затем попробуйте слегка развернуть колени и пальцы ног наружу. Экспериментируйте и найдите, какой угол стоп лучше всего подходит и позволяет вам приседать глубже всего, что и будет вашим идеальным положением для приседаний. Благодаря чему ваш фокус внимания не будет рассеиваться на все эти технические нюансы по типу постановки ног и другим не менее интересным нюансам, которые гробят ваш прогресс. А направите его на то, чтобы сконцентрироваться на том, чтобы полностью выложиться в упражнении и получить от него максимум результата. Конечно, если только у вас полная бочка сил и ментальной концентрации. А вот с этим как раз в современных реалиях жизни у многих проблемы, особенно под конец дня. Но это вовсе не повод забить на тренировки, поскольку есть такие штуки, которые позволяют бомбить и наваливать в зале с предельной концентрацией даже после смены на заводе. Например, я для себя сейчас открыл вот такой австрийский ноотропный комплекс, который мне здорово поднимает память, внимание, концентрацию на тренировках и в жизни. И его работу я реально чувствую, в отличие от аптечных ноотропов. В составе 10 органических ингредиентов, действия которых можно поделить на 2 блока. Кофеин и эль-тианин снимают усталость, усиливают ментальную фокусировку, и уже в течение часа после приема вы чувствуете прилив сил. Адомео-Е и Бакопа-Монье усиливают передачу импульсов между нейронами для продуктивной работы мозга и улучшают память. Благодаря их накопительному эффекту уже через 3-4 недели приема вы справитесь с хронической усталостью и депрессией, что я и ощутил на себе. Также в составе есть комплекс витаминов группы В для правильного обмена веществ. Что я для себя отметил при его приеме. Если обычный тяжелый рабочий день забирают у вас все силы, то с Майнбустер к концу дня у вас все еще сохраняется хорошая работоспособность. Здесь ничего не насыпано ради маркетинга, только проверенные дозировки. Закинули две капсулы с утра и готовы на любые свершения. Майнбустер имеет большое количество положительных отзывов и продается много где, но выгоднее всего брать его напрямую у производителя на сайте vivaherb.ru. Там вы сможете заказать Майнбустер со скидкой 10% по промокоду ALEKS. Пользуйтесь, будьте сильными и продуктивными. Ну а мы продолжим разбираться в ошибках при приседании. Но даже при правильной постановке ног вы можете совершить следующую ошибку при выполнении приседаний. Посмотрите на эти два ролика нижней части амплитуды приседания. Можете ли вы заметить разницу? Если вы внимательно посмотрите на поясницу на ролике справа, то увидите, что она округляется и таз закручивается под корпус. В то время как слева этого не происходит. Хотя для некоторых людей это может быть в порядке вещей, для других это может создать большую нагрузку на позвоночные диски. И теоретически после такого использования может привести к протрузии диска в этой области. И чтобы этого не произошло, есть два способа избежать этого, а именно минимизировать подмигивание задницы. Первая вещь это просто ограничение и ограничить амплитуду движения. Например, если вы пытаетесь опуститься ниже параллели и замечаете значительное округление, то хорошей идеей может быть просто приседать до параллели. Но очень часто причиной подкрутки таза является проблема подвижности галиностопного сустава. И если у вас деревянные лодыжки и вы при этом пытаетесь сделать максимально глубокие приседания, то как только вы достигнете предела мобильности ваших лодыжек, ваша поясница начнет округляться в качестве компенсации, чтобы дать вам присесть максимально глубоко. Чтобы улучшить это, попробуйте приседать, подкладывая под пятки небольшие блинчики или использовать штангетки и посмотрите, поможет ли это. И если да, то отлично. Продолжайте делать это одновременно, работая над улучшением подвижности галиностопа с помощью нескольких упражнений, таких как это. Кстати, если вы хотите, я сделаю более подробное видео о том, как улучшить подвижность всех суставов, что может очень сильно вам помочь улучшить вашу функциональность и как следствие набор мышечной массы. Для этого пишите в комментариях, если хотите увидеть такое видео. Хорошо, мы разобрались с постановкой ног, мы разобрались с подкручиванием таза. Но следующая ошибка это то, что почти все упускают из виду и она связана с вашими стопами. Попробуйте встать на одну ногу, согнув колено назад. Вам нужно удерживать это положение в течение 25 секунд без касания ногой пола. Российская школа пауэрлифтинга, которая создала бесчисленное количество элитных пауэрлифтеров гласит. И если вы не можете сделать это, то значит вы еще не имеете права приседать со штангой. Это потому, что ваши стопы играют важную роль в стабилизации вашего тела во время приседания. При выполнении приседаний вы будете совершать небольшие колебательные движения вперед и назад, влево и вправо, на которые стопы у многих людей реагируют неправильно. Без достаточной стабильности стоп ваше тело будет искать ее в другом месте, что часто приводит к компенсации, которые могут вызвать чрезмерное напряжение в нижней части спины и других областях, особенно при работе с более тяжелыми весами. Чтобы улучшить устойчивость баланса стопы, можно сделать две вещи. Первую из них озвучит эксперт по болям в спине и суставах доктор Стюарт МакГил. Начните с разведения пальцев ног и укоренения лодыжек в землю. Переместите центр массы вперед, толкая пальцы в пол и опираясь на переднюю часть стопы. Затем отклонитесь слегка назад через лодыжки на пятки, как бы перекатываясь на стопе как можно больше для контроля того, что мы называем линией тяги веса вниз через тело, то есть слегка покачиваясь. Когда вы приседаете, чтобы контролировать положение и линию тяги веса, вы можете использовать ваши лодыжки для наклона вперед, а также использовать ваши бедра и использовать ваши колени. Проблема некоторых атлетов в том, что они компенсируют свою устойчивость к травмам, корректируя эту линию тяги своей спиной. В общем, идея состоит в том, чтобы взять пустой гриф и практиковать это движение покачивания, а затем добавить немного веса на штангу, чтобы действительно научиться контролировать свое тело, корректируя движение с помощью стоп, коленей и таза. Второе, что вы можете сделать, это обратить внимание на то, как вы распределяете свой вес во время приседаний. Перед приседаниями упритесь ступнями в пол и распределите свой вес на эти три точки, пятку и основание первого и пятого пальцев. Это сформирует устойчивую треногу. Затем, когда вы будете выполнять приседания, вместо того, чтобы смещать вес на пятки или пальцы ног, убедитесь, что каждая из этих трех точек остается в контакте с землей, а вес равномерно распределяется между ними. Это повысит вашу стабильность и приведет к более безопасному и сильному приседу. Окей, теперь, когда ваши ноги стабилизированы, важно, чтобы вы избегали еще одной ошибки, связанной с траекторией движения штанги. Чтобы поднять наибольший вес и избежать чрезмерной нагрузки на колени и поясницу, штанга должна двигаться прямо вверх и вниз во время выполнения приседаний. Но распространенная ошибка атлетов заключается в том, что во время подъема они позволяют своей грудной клетке опуститься вперед, при этом поднимая таз вверх. Это смещает штангу вперед от средней линии, что может увеличить нагрузку на поясницу. Что же является причиной этого? Например, слабые квадрицепсы относительно ягодиц могут играть определенную роль в этом. Основываясь на анализе приседаний, проведенном в 2014 году доктором Мэйером и его коллегами, кажется, что неоптимальный паттерн набора двигательной активности является главным виновником. Что же это такое? А это относится к неспособности тела включать нужные мышцы в нужное время для поддержания правильной техники, которую нельзя исправить простым укреплением мышц. Вместо этого вам нужно буквально заново научиться приседать. Цель здесь – заставить ваши бедра и грудь подниматься одновременно, чтобы штанга перемещалась вверх и вниз по одной траектории. Чтобы добиться этого, хотя бы на несколько недель замените свои обычные приседания на так называемые приседания в два такта. Эта техника заставит вас сохранять правильное положение и задействовать нужные мышцы в самых важных частях приседа. Для его выполнения приседайте как обычно, но в нижнем положении сделайте паузу на секунду. Затем, держа грудь вертикально, начинайте вставать из нижнего положения и снова сделайте паузу примерно на полпути вверх, прежде чем завершить повторение. Чтобы еще больше укрепить правильную технику, сведите локти к бокам, сожмите лопатки и оттяните свои трапеции вниз. Когда вы будете применять это, вам скорее всего придется значительно уменьшить вес, чтобы избавиться от старых привычек, но через несколько недель вы начнете чувствовать себя более естественно. И тогда вы сможете вернуться к обычным приседаниям, если захотите. И как видите, дело не только в том, чтобы выбрать правильные упражнения, но и в том, чтобы выполнять их так, чтобы получать максимальную отдачу, избегая возможных травм или потерь результата в будущем. Теперь я хочу, чтобы вы вернулись к ролику с приседаниями в начале, посмотрели его и сказали, сможете ли вы теперь заметить некоторые ошибки, используя ваши новые знания. Ну а если вы хотите максимизировать свое усилие и начать преобразовывать свое тело уже сегодня, вы всегда можете заказать у нас пошаговый и самый подробный план тренировок и питания. Или вообще записаться на онлайн-ведение в Телеграме, где с нами тренируется уже более 30 человек. И там же будет наш Телеграм-канал, где вы найдете море полезных статей о тренировках и питании. Все ссылки найдете в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео.